Добрый-добрый вечер, 17.30 на часах, в студии Большого Радио Егор Банишевский. Доброго вечера абсолютно всем. Пётр Болычев. Здравствуйте. И я Татьяна Юлусова. В эфире программа «Три в квадрате». И сегодня мы, как всегда, обсудим самое главное за сегодняшний день. СМС-Вайбер, Ватсап, 921-045-1045 для ваших сообщений, телефон студии 4509-45. Ну что ж, начнём с плохих новостей. В смысле, с плохих новостей. Это ты как так решила? У природы нет плохой погоды. Да, обычно прогноз погоды мы даём в конце эфира. Но новость такая, что в Мурманской области радоваться нечему. Научный руководитель гидромедцентра Вильфанд рассказал, какой погоды ждать северянам в августе. Названы регионы, в которых август неприятно удивит жителей. Научный руководитель гидромедцентра России Роман Вильфанд заявил, что август будет неприятным и очень дождливым в нескольких российских регионах. В этот печальный перечень попали Бурятия и Карелия, Ленобласть, Иркутская и Мурманская область. Мне кажется, он немножко опоздал со своим прогнозом, потому что все мурманчане, которые проснулись сегодня утром, смогли сначала наблюдать дождь. Прогноз-то он делал еще вчера, это раз. Во-вторых, давайте все-таки, вот я люблю негативчик, но давайте мыслить позитивно. Мы все знаем, что реальный метеопрогноз, достоверный более-менее на 90%, это прогноз максимум на 3 дня. Поэтому прогнозировать весь август на такой территории, как Российская Федерация, дело людей очень смелых и решительных, таких, видимо, как Роман Вильфанд. Но он, ко всему прочему, является же главой гидромедцентра России. Это не делает его прогноз более достоверный. А во-вторых, я должен сказать, я же за негатив всегда, а что, у нас июль был хороший, теплый, жаркий, солнечный? Ну, как сказать, тут по поводу солнца и жаркости не так много вообще сказано. А в июне никто зубами не стучал от холода в своих бетонных квартирах? Насколько я помню, на самом деле, таких дождей, таких гроз не было в июне. Дождей не было, но было холодно. Ну да, действительно было холодно. Другое дело, что вот сегодня как раз вроде как дождик, который перешел в Ливино, а потом все и закончилось грозой, даже громыхалами стали. Вчера громыхал. Вчера еще громыхал, сегодня с утра я тоже слышал. Да, я не слышал. Как погромыхивало и как невероятно нескончаемые потоки воды неслись по тротуарам, лестницам, ступенькам, заливались в подъезды. В какой-то определенный момент казалось, что можно сейчас достать резиновую лодку и в буквальном смысле поплыть на ней. Говорят, вот даже в Мурманске морг затопило. Только я не понял, сам морг или двор перед моргом, что вот те, кто пришел прощаться с близкими, чуть ли не пощитка лодку в воде. Возможно, потому что это уже такая старая известная беда города Герой Мурманск, отсутствие ливневой, насколько я понимаю, канализации ливневки, предусмотренных необходимых вот этих вот мер. Да, действительно, у нас, наверное, гроза, ну, сколько раз? Раз в год? Ну, не раз, но два. Ну, хорошо, три. Не тропическая Амазонка. Ну, в том, я к тому, как бы, весь посыл свой виду, что город не так часто сталкивается с подобного рода осадками, там как-то снег понять не ближе и тому подобное, но когда это происходит, вот складывается как раз то самое впечатление, что даже не то, что на три дня, там на несколько часов прогноз достаточно сложно сделать, для того, чтобы точно попасть в цель и каким-то образом позитивным подготовиться к решению возможных проблем. Я давно выступал с предложением о том, что прогноз погоды делался сегодня на вчера. Вот, это добавляло бы позитива гражданам, потому что прогноз был бы железобетонный. Ну, я, кстати, люблю такую пасмурную теплую погоду. Ну, и вообще, это добрый вестник грибного сезона. Нет, то, что как сейчас, вот пасмурное тепло... Прекрасно, очень комфортно. Особенно если учесть, что то ли позавчера, то ли вчера утро было, помните? Даже вечер, вечер был очень туманным. Вот это тоже очень хорошо. Красиво. Это для грибов хорошо. Вы же сами про это заговорили. Понимаете, вот тепло и пасмурно, как сейчас, это одно. А вот то, что было утром, вот мне жалко тех, кого нужно было на работу. Ну, определенно, как бы. Вот вы молодцы, мы как отрицательный прогноз сразу перевели в позитивные какие-то новости. Грибы скоро пойдут, да? Мы стараемся по мере силы возможностей. Говорят, даже морожка созревает. Я собирала уже. Ты уже собирала? Да, уже собрала. Наморозила. Какая ты наморозила? Уже морозила, да. Я не знаю, многие собирают морожку, а то, что вот в интернете в Мурманске можно уже морожку купить, это факт. Уже продают. Да, продают. Ну, если вернуться, кстати, от морожки к прогнозу погоды, то, кстати, существуют же разные способы получения тех или иных данных, да, тех или иных сводок и тому подобное. Я потому что черпаю информацию о прогнозе погоды конкретно в Мурманске с одной группы в социальной сети ВКонтакте, и там очень редко ошибаются. И что говорят? Я не могу сказать, что конкретно говорят. Ну, я сейчас посмотрю. Я полагаю, вечных прогнозов все-таки они не дают. Нет, вечных прогнозов там даже сегодня. Нет, я говорю про месячных. А, месячных нет. Но там сегодня история звучала следующим образом с утра, что вот на ближайшие дни примерно, скорее всего, погода будет вот такая и такая, а на выходные не возьмемся сообщать. По одной простой причине прогнозу надо отстояться было. А, дать настояться, вот. Ну, собственно, сегодня в 12 часов было написано, что нам сегодня заливное с грозой устроили. В среду, четверг и пятницу у нас будет стабильно выше плюсовая температура. В среду осадков не ожидается. В четверг в городе тоже сухо. Ветер чуть более 10 метров в секунду. Днем до плюс 27-28 градусов. По области на крайнем западе и на крайнем юге пройдут ливни с грозами. И в пятницу ливни с грозами ожидаются по всей территории области, в том числе в Мурманске. Но все равно будет жарко, даже скорее душно. Вне ливней температура будет в районе плюс 22-24. И прогноз на выходные выйдет чуть позже. Ему еще нужно дать настояться. Такое впечатление, что автор прогноза самогон гонит. Ну, чтобы он не гнал, но информацию, конкретно связанную с погодой, он дает очень точно, с моей точки зрения. Ну что ж, посмотрим, изменится ли прогноз. Ну, надеемся на лучшее, готовимся к лучшему. А с 1 августа, кстати, вот произошли ряд изменений и внедрение цифрового рубля. Закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы вступает с 1 августа. Что такое цифровой рубль? Одна из трех форм национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. И его единым оператором станет Центробанк. Предполагается, что деньги будут храниться в виде цифрового кода в электронном кошельке регулятора. Ну, собственно, эту новость мы тоже очень достаточно подробно, на самом деле, обсуждали. Интересно, каким образом с 1 августа, ну, то есть с сегодняшнего дня. Да, с сегодняшнего дня. Я не видел пока, что в приложениях какие-то изменения были внесены. Но интересно, как это в конечном итоге прямо вот заработает для конечного потребителя. У меня один простой вопрос. Мне пенсию будут выдавать наличными? Смотря каким образом вы ее получаете в данный момент? В банке. В банке наличными? Да? Да. Ну, так и будут. Я-то подозреваю. Ничего не изменится. То есть, Петр, вы не в курсе. Тогда эту новость вы чего? А я пытался постичь своим скромным умом, понял, что, ну, зачем мне это? Ну, насколько вообще понятно из всех возможных новостных сводок, все, что касается цифрового рубля для конечного потребителя, то есть для нас с вами... Ничего не поменяется. Практически ничего не поменяется. Ну и слава богу. В банковских приложениях, если вы ими пользуетесь, появится там, скорее всего, какая-то вкладочка, с помощью которой можно будет конвертировать обычные рубли. Ну, вот форма выдачи денег не поменяется, а пенсия, кстати, изменится. Не у всех. Да, с 1 августа. Слава богу, она изменится у тех, кто работает, и, по-моему, с какого года, с 14-го или с 16-го работающим пенсионерам пенсию не повышали. Вот мы, как ни пенсионеры, не сможем вам в этом ничем подсказать, но вполне возможно, кто-то из наших радиослушателей в данный момент нас слушает и придет к нам на выручку. На всякий случай напомним наш координат, номер телефона прямого эфира 45-09-45, смс, вайбер и ватсап, туда можно направить свои сообщения. Так что-то чем там с пенсиями, это по-конкретнее. Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают выплаты. Перерасчет в августе для этой категории граждан проводится ежегодно. Максимально они могут увеличиться на стоимость 3 баллов, но точная сумма будет зависеть от суммы отчислений в социальный фонд и года оформления пенсии. Например, для тех, кто оформился в 2022 году, прибавка составит до 354 рублей. Заявление писать не нужно, перерасчет произойдет автоматически. И по традиции с 1 числа увеличатся выплаты еще для двух категорий пенсионеров. Первые, это достигшие в предыдущем месяце 80-летнего возраста, они получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Сейчас она равна 7567 рублям. Вторые, уволившиеся и перешедшие в статус неработающих для них, сумма вырастет на размер всей предыдущей индексации. Ну, в целом, все звучит достаточно. Вырастет, вырастет, вырастет. Звучит достаточно позитивно, единственное, что, ну, наверное, те люди, которые обладают... Для кого позитивно? Вы вообще не на пенсии. Мы за других радуемся. У меня ни на копейку не вырастет. Вот. Алексей Марин, да, наш. Да, Алексей Марин тут подсказывает, что у него, наоборот, все вырастет, и все будет абсолютно хорошо, потому что он как раз работающий пенсионер. Он счастлив в данный момент. Ты проставишься? И активно, и активно. На всю прибавку. Вот я вам давно говорил, что Алексей Марин, ну, нужно тоже добавить микрофон для того, чтобы он неожиданно, как чертик из табакерки, врывался во все происходящее и мог дать нам тоже свой ценный комментарий, потому что так мы его в студии-то слушаем и слышим, но не слышим ни в прямой интернет-трансляции, ни, собственно, в радиоэфире. Ну, а с точки зрения пенсионеров, ну, если вы работающий пенсионер, все же классно. Я-то не работающий. Вы не работающий пенсионер? А вы сейчас тут что делаете? Развлекаюсь. Понятно. Статистически подведу итог этой предыдущей новости, что вот 25% присутствующих в студии Большого Радио были обрадованы данной новостью. Ну, вот новость зашла. 25% особой радости не испытали, и 50% оказались людьми, радующимися за кого-то. За те самые 25%, которые уже успели порадоваться. Ну, а меж тем, изменения в законодательстве у нас на этом не исчерпываются. Еще одно, которое нас ждет, это индексация утилизационного сбора. А именно с 1 августа, то есть с сегодняшнего дня, в России проиндексируют утилизационный сбор на легковые, легковые коммерческие, грузовые автомобили, а также автобусы. Изменения коснутся воза импортных новых и бывших в употреблении автомобилей юридическими лицами, но не затронут физических лиц, возящих автомобили с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Но для них продолжат действовать механизм уплаты ультрасбора по льготному тарифу. Ну, с одной стороны, вроде все замечательно и здорово, с другой стороны, ну, конечно, вот этот самый утилизационный сбор периодически, я чувствую, кому-то настроение активно портит. Я думаю, что в каждом дворе города Мурманск есть одна-две машины, которые давным-давно пора утилизировать, но, видимо, их владельцам не хочется платить утильсбор, и поэтому они стоят, постепенно врастая в нашу каменистую почву. Да, из них потом еще растения начинают захватывать. Да-да-да, более того, недалеко от дома, где я живу, в соседнем, скажем так, доме, там напротив подъезда стоит трактор. Трактор даже? Да, трактор Беларусь, да. Вот, он уже давно разрисован, там, что можно оттуда взяли, вот, но вот он такой синенький, как полагается, с ковшом, все на месте. Ну, владельца не нашли, да? А я и не искал. Вы знаете? У нас у дома стояла... Ига и не искала, судя по всему. Волга, Волга заброшенная у нас стояла, и все изменилось с ремонтом двора. Вот, решили, видимо, все эти все-таки припаркованные машины тоже убрать. Ну, очень долго она стояла, занимала место, да. Ну, собственно, подснежники знакомы абсолютно всем мурманчанам, действительно, с ними сложно бороться, но бороться можно, и если говорить по поводу тех же самых утилизационных сборов, яркую картину я наблюдал как-то в Финляндии на хуторе, там не один трактор стоял, там целый десяток был тракторов у фермеров, и как раз это было связано с тем, что он не хочет вкладываться в их утилизацию, а так как это его имущество, которое находится на его земле, вот пусть оно стоит и гниет. Ну, да, конечно, на его земле, тут маленькое уточнение, а когда он стоит на земле муниципальной, так сказать, в каком-то смысле общей, вот у нас, недалеко от нашего дома, на обычной дороге, не во дворе там где-то, не на почине, а прямо на дороге стоял автомобиль, стоял лет пять, наверное, и только тогда, когда дорогу стали ремонтировать, жаловались, писали, всюду куда-то только можно. Да-да-да, быстро вопрос решается, да? Убрали только тогда, когда начали ремонтировать дорогу. Да, собственно, потому что, видимо, мешало ремонту дороги, это стало одним из оснований для того, чтобы... Единственным правом основания. Ну, это же сложно с юридической точки зрения, это примерно как вот эта вот история, если у вас над вами живет соседка, которая вас регулярно заливает, но при этом у нее это единственное жилье, больше нет родственников и тому подобное, то там, ведь это в большинстве случаев никаким образом... Квартиру надо продавать. Да, квартиру надо продавать, либо есть еще один выход, который не согласуется с Уголовным кодексом Российской Федерации. Я понял, о чем вы. Ну, а тем временем, в продолжении у нас завершается приемная кампания в вузах. В конце лета завершится приемная кампания в российских вузах, сдать оригиналы документа для поступления в выбранное учебное заведение по общему конкурсу можно будет до 3 августа. Ну, то есть, если сегодня... Два дня осталось. Да. Да. Я думаю, что все уже успели. Что даже один... А я уверен наверняка, что ни один, ни два человека вот все еще колеблются. В ночь, думаете, будут подавать. И прибегут за полчаса до закрытия приемной комиссии. Ну, есть такие, да, персонажи. Да, обязательно будет. Это примерно как я диплом защищал, когда я его носил на нормоконтроль. И мне говорили, вот, уважаемый Егор Олегович, вы единственный, кто с курса еще на нормоконтроль диплом не сдал. Я говорю, помните, на какой? На... правильно ли поставлены пробелы, выдержана ли структура. Даже так? Вот такая вот всякая штука, да. И, собственно, когда я спрашивал, говорю, покажите мне, пожалуйста, этих потрясающих людей, потому что у меня в группе 30 человек. И, насколько мне известно, еще никто вам его не приносил. Я диплом свой отдал своему руководителю диплома, и первый раз ее увидел за два дня до защиты. Она была женщина-петербурженка, очень интеллигентная. Она даже не нашла слов, чтобы меня как-то за это отчитать. Только у коризненно на меня посмотрела. И все было понятно, да? А я так хотел спать, чтобы мне было все равно. Как она на вас смотрит. Сегодня, да, давайте продолжим обсуждать новость. Сегодня еще важное изменение касается туриндустрии. Иностранным туристам будет легче въехать в Россию. С 1 августа они смогут получить единую электронную визу, действующую на территории всей страны. Сейчас услуга доступна гражданам 52 государств, но список планируют расширить. Такая виза дает право на однократный въезд в страну в качестве туриста, в деловых целях, а также для участия в научно-культурных, спортивных и других мероприятиях. Срок действия 60 суток со дня оформления и не более 16 суток со дня прибытия в Россию. С документом можно не только приехать на машине, самолете или водном транспорте, но и пройти через границу пешком. Кстати, вот пройти через границу пешком, я, если не ошибаюсь, у нас буквально... По-моему, запрещено. Ну, официально, насколько я знаю, запрещено, но есть несколько исключений, потому что я с таким исключением столкнулся, когда я из Нарвы хотел попасть в Россию, и выяснилось, что в Ивангород я могу перейти пешком по мосту. Я, когда первый раз с группой товарищей отправился в Норвегию, мы пешком переходили через КПП. Ну, помните эту историю... Мы туда приехали, конечно. Помните же эту историю с сирийскими беженцами, когда здесь массово скупали все велосипеды, а на границе стоял такой огромный контейнер, и с уже выброшенными... Не выброшенными. Ну, складировали они, да. Да, а потом те же самые велосипеды, как не трудно предположить, появлялись снова в родских магазинах. Обратно завозили. Ну, а какая-то часть превращалась в подснежники. Вот, кстати, интересно, что делать с подснежником велосипедом? Навряд ли он кому-то мешает. Он никому не мешает, он дает сходы в виде самокатов, наверное. Все может быть. Ну, и еще одна новость изменения, которая с 1 августа уже вступила в силу в строй, это безвизовые поездки в Китай. Мы тоже их относительно недавно обсуждали. Глава Минэкономразвития Российской Федерации Максим Решетников анонсировал безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном. Первые организованные поездки планируют запускать с сегодняшнего дня. Что-то мне подсказывает, что в Китай, желающих поехать, будет больше, чем в Иран. Скорее, ну, как бы логично, но с другой стороны, вполне возможно и нет. Поживем-увидим. Я, насколько знаю, в Китае вот сейчас вот только окончательно снимают различного рода ковидные ограничения. Только сейчас, да? Только сейчас, но у них там сложная, на самом деле, история. У меня вот друзья буквально неделю, по-моему, вернулись, они как раз через Китай возвращались и рассказывали про то, что есть определенного рода сложности, но если будет вот этот форм-фактор безвизовых поездок в составе организованных групп и тому подобное, это как минимум удобно. Я бы с интересом был, Иран, кстати, съездил. Видимо, потому что в Китае уже был. Ничего себе. Мне кажется, кстати, что китайцев у нас будет больше, чем наших там. Так их вообще теоретически больше. Ну как теоретически, их практически больше. Как бы статистика такая, наука точная. И больше, чем в 10 раз, представляете? Так, ну продолжим мы обсуждать наши новости после короткой рекламы. На волнах Большого радио мы продолжаем обсуждать новости с сегодняшнего дня. И вот о чем хотелось бы с вами поговорить. Жители Мурманска смогут принять участие в обсуждении благоустройства пяти углов. Центр городского развития Мурманской области проведет ряд встреч с жителями города по вопросу благоустройства площади пяти углов. Она стала победителем онлайн-голосования по выбору объектов благоустройства. Участок между конгресс-отелем «Меридиан» и гостиницей «Арктика» планируют обновить в 2025 году. Что скажете? Давно пора обновить? Я скажу, что вот ни в коем случае. Не трогаем, да? Ну, на мой взгляд, ну какой смысл? Вы видели все эти проекты? С какими-то киосками, продающие всякий фастфуд в виде то ли айсбергов, то ли игл и так далее. Я так себе представляю, вот изысканный фастфуд, он должен быть такой вот необычный, арктический. Вот толпы просто туристов где-нибудь в Январе, в Полярной Ночью, да. Ну, очень верю в это во все. А куда машины от «Меридиана» уберут? А их там ни одна, ни десять. А в этом проекте подразумевается, что уберут машины. Просто их было несколько, и я уже запутался. Я не вижу смысла вообще никакого в этой реконструкции, кроме того, что кто-то освоит деньги. Думаете, да? Ну, я вот, честно говоря, был на трех, по-моему, слушаниях. Причем мы все три варианта меня приглашали. И на последних открытых, на которых я был, там прям очень жаркие споры, на самом деле, разгорелись между теми участниками, которые были на месте, и представителями бизнес-сообществ, и просто жителями инициативными, и теми людьми, которые радуют за сохранение исторической целостности, там поднимается огромное, на самом деле, количество вопросов, потому что, насколько я так понимаю, своим приближенным умом, смотря на всю эту картину, невозможно взять и реконструировать только саму площадь и все. Нужно очень сильно подойти к изменению пространства, которое окружает еще площадь, в том числе и все, что связано с железнодорожным вокзалом. То есть это изменение целого района, я бы сказал, если не нескольких, по достаточно большому количеству объективных причин, с той точки зрения, что у нас есть высокая транспортная загруженность, определенное количество мест для отдыха, мурманчан и определенное количество бизнеса, и все вместе это очень сложно совместить, исходя из тех реалий, которые есть, потому что градостроительный план, который был когда-то заложен ленинградскими архитекторами, и центральная площадь, она, ну, с моей точки зрения, до сих пор не утратила своей красоты, ее каким-то образом можно еще подчеркнуть те, как это правильно называется, когда есть какие-то доминанты, но те доминанты, которые есть, архитектурные, может быть, добавить света, вполне возможно там, не знаю, то место, где елку, допустим, украшают. Когда-то, я помню, там был такой красный битый кирпич под ногами. Он был с другой стороны, он был в сторону Кировки, по-моему. Ну, и с той стороны. Там, да, красный битый кирпич. Знаете, у меня родилась аналогия, что, на мой взгляд, с пяти углами нужно делать. Нужно не пластическую операцию делать, а макияж на 10. Вот, вот, вот. Вот, лоско добавить, да. Я вот примерно, наверное, к этому и веду, с той точки зрения, что, в целом, ну, пространство уже сформировано, оно более-менее такое историческое и понятное ни одному поколению мурманчан, и, ну, привести его как раз к лоску, еще чему-нибудь. Единственное, что, наверное... Дворцовую площадь хотите реконструировать? Передвинуть Александрийский столб, допустим, в соседний сквер. Вот. Ну, а чего нет-то? Да, это вызывает определенного рода улыбку. Единственное, что не хотелось бы, чтобы макияж наводили примерно, как произошло с универмагом «Волна». Вот мои детские воспоминания говорят о том, что была красивая неоновая вывеска, была потрясающая парадная лестница. Его детские воспоминания. Это мое первое рабочее место. Невероятное... Комплектовщик склада некачественных товаров. А лестницы какие там были внутри, помнишь, да? Я под лестницей и работал как раз на первом этаже. Невероятная вот эта люстра в форме ракушки, которая даже не светилась, это было бы что-то потрясающее было. Ну и, естественно, как бы вот подобного рода, когда просто все залили в глянец и еще что-то из современных материалов, но абсолютно не совсем такое осмотребельное, не хотелось бы. Там, если, кстати, новость, то покопать выясняется, что вот те самые слушания, встречи состоятся вот уже буквально 2, 3 и 4 августа. Для того, чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться. И, ко всему прочему, если вдруг так случилось, что вы не можете принять участие, но хотите выразить какое-то свое мнение, запущена онлайн-анкета, которую можно заполнить в любое время и таким образом принять участие в совместной работе, соответственно, онлайн. В создании макияжа, нанесении макияжа. Ну и может быть не только макияжа, обсуждение, собственно, проекта реконструкции, насколько я понимаю, потому что, собственно, закончилось онлайн-голосование. Мы как бы с вами, если исходить из этого, выбрали 9 территорий, которые должны были, собственно, должны будут видоизменяться. Одна из этих территорий – это площадь Пять углов. Ну и, соответственно, теперь можно какой-то конструктив, по всей видимости, вносить. И к этой анкете она есть в онлайне. Еще физически ее можно заполнить в контейнер-холле по адресу Генералова, 22. Но, честно говоря, я вот онлайн-версию анкеты открыл. Ну, такое грустненькое. Вы мурманчанин, гость города. Мужчина, женщина, ребенок. Сколько вам лет? На площади вы работаете, близко живете, гуляете, отдыхаете. А дальше, ну, три таких вот пустых, достаточно объемных блока. Что вам нравится на площади, недостатки площади и ваши предложения? Мне очень нравится, значит, вот это вот разделение. Мурманчанин или гость города? А какое дело, что думает гость города? А просто должно проводиться среди мурманчан? Это нам здесь жить, а не гостям? Ну, с другой стороны, достаточно логично. Свежий взгляд, я тут подозреваю, хотят учесть. Потому что все равно у нас, мы местные жители, у нас где-то замыливается. Гость города, может быть, захочет на пяти углах построить казино с блэкджеком и женщинами. Не-не-не. И месту не может такое захотеть. Да, и не сможет этого сделать, потому что у нас есть определенные игровые зоны, и только там можно этим заниматься. Мне еще удивило слегка то, что это обсуждение будет проводиться не то чтобы в три этапа, а с тремя разными группами. Одна группа — это молодежь, вторая группа — это те, кто работает или занимается предпринимательской деятельностью в районе площади Пять Углов, а третья группа — это, как я понимаю, пенсионеры и пионеры. Ну, что-то потом средние, наверное, выведут. А зачем так развели? Ну, логично, это разные какие-то... Все в разные слои. Как это уже? Разные группы. А как будет учитываться мнение разных групп? А, это уже вопрос, наверное, к тем людям, которые организуют... По принципу два больше одного? Не знаю. Ну, как бы, с одной стороны, на самом деле, это здорово и классно, что можно прийти, послушать различные мнения, вполне возможно выразить какое-то свое мнение. Дальше вот уже интересно, будет ли это мнение учитываться, каким образом вообще все это будет происходить. Ну, и 2025 год-то у нас тут совсем не за горами, поэтому вполне возможно, совсем скоро мы увидим, собственно, либо площадь Пять Углов с каким-то наведенным лоском, да, либо, собственно, полностью ее какую-то реконструкцию. Но другое дело, что я вот считаю, что если у вас сильная гражданская позиция, то на подобного рода мероприятия обязательно надо пойти. А я считаю, что поскольку это для города важное мероприятие, да, а у нас в сентябре ведь единый день голосования, вот, а у нас же есть... Открытие приурочито. У нас есть региональный закон о проведении, вот, ну, не референдумов, как-то по-другому это называется, но вполне можно отдельный бюллетенчик было бы напечатать. А делали так на выборах? То есть можно было... Это вопрос? Нет, нет, я вспоминаю просто, что как-то ходила голосовать, и мы заполняли там какие-то буклеты, опросники... Так вот, если власть реально хочет узнать мнение мурманчан по этому вопросу, то тогда нужно это делать вот в единый день голосования. До него недолго осталось, чуть больше месяца. Вот, и это будет представительно, это будет количественно и так далее. Ну, а тем временем, друзья, что вы думаете по поводу необходимости реконструкции площади Пять Углов? Звоните, пишите, не стесняйтесь, номер телефона прямого эфира 45-09-45. Сообщение можно отправить посредством SMS-кин, написать в Viber либо WhatsApp 8-921-045-1045. И студийные часы у нас уже показывают 18 часов в одну минуту, немножко мы задержались, нас с вами ждет пестня. А дело все в том, что 1 августа 81-го года, это день рождения музыкального телевизионного канала MTV. Давайте о нем поговорим все-таки после песни. Давайте. Сначала немножко про песню, потому что на MTV дебютировал в США клип Ох, держите ваши уши двумя руками, потому что английский мой плох. Video killed the radio stars группы Biglas. Вот, Баглас подсказывают мне, но ничего, я живу в России, поэтому говорю по-русски, тут как ни скажешь, все равно будет правильно. Хиби отлез. Вот, давайте же этот самый Вихи отлез или как-то там еще послушаем. На волнах большого радио программа 3 в квадрате, продолжаем обсуждать новости. Давайте, может быть, все-таки вернемся к MTV. Это же 42 года назад первый выпуск был. Собственно, первым клипом, который на MTV был прокручен, это как раз вот клип на ту песню, которую сейчас все мы дружно слушали. А кто из нас вот когда первый раз увидел MTV? Ну, наверное, с подростковым, наверное, в возрасте, конечно. Ну, наверное, так в каком году? Помните, нет? Нет, сейчас не смогу точно воспроизвести. Ну, где-то, наверное, в школе, это что-то в районе двухтысячных, наверное, было. О, какие вы запоздалые. Ну, на секундочку, я в конечном итоге еще помню MTV2. А это что? И такое было. О, это такой достаточно интересный канал в определенный период времени. По-моему, даже до сих пор существует и вещает. Но смысл был в том, что там было достаточно много так называемой тяжелой музыки. То есть то, что не попадало на поп-соу, вот я через интернет, я помню, у меня друзья рассказали. Я сидел, смотрел, наслаждался той музыкой, которую не мог услышать как раз в эфире MTV Russia, допустим. Я первый раз MTV увидел в Киркенесе, в гостинице, там он был в пакете, вот, это был 92-й год. А я большой фанат Квинн. И увидел их клип этот «I want to break free». И ошалел. А до этого раньше не приходилось? Чего? Ну, клип видеть. Нет, конечно, в России не было музыкального телевидения, как я мог его увидеть. Вот, а тут вот 92-й год, для меня был шок. Так, ну, кстати, вот, возвращаясь ко всем вот этим вот историям MTV России, свое эфирное вещание осуществлялось с 25 сентября 98-го года по 31 мая 2013-го, а потом был перезапущен как спутниковый телеканал, и вещание его было прекращено 15 декабря 2022-го. Ну, понимаете, все отходит. Вот песня-то насчет того, что видео убило радиозвезд, она пророческой не оказалась, никто никого не убил. Вот, вопреки фразе этого кинооператора, телеоператора из «Москва слезам не верит», вот, ни одно сплошное телевидение. Интернет убил MTV, так получается. Ну, как бы, с одной стороны, да, а с другой стороны, мы же опять те же самые различного рода интернет-проекты видим, даже целый альбом мы выпускали на сайтах, и, ко всему прочему, вот эти короткие видео, которые существуют, через них достаточно большое количество появляется. Нет, я о том, что MTV, по-моему, как вот проект, который смотрели молодые люди и подростки по всему миру, он умер. Ну да, точно так же, как достаточно большое количество различного рода молодежных журналов, параллельно которые с MTV как бы развивались. Я до сих пор, я вчера был в детском магазине, и в тот момент, когда я что-то там рассматривал, мне попалась в руки какая-то игрушка, там, как бы, наклейки и постеры. Я думаю, боже мой, 2023 год, ну, наклейки куда ни шло, на ноутбук, на телефон, там еще куда-нибудь. А постер, это же уже все, ну, как бы, раньше вот этот постер с какой-нибудь любимой звездой, да, там, допустим, что-нибудь уникальное с теми же самыми The Queen, это же, ну, просто бомбически, что подвисело на стене, за этим гонялись, искали эти журналы, там из них что-то выдирали, склеивали, собирали, это целая культура была, сейчас уже это отсутствует. А когда не было MTV, был журнал «Ровесник» для молодежи, и там обычно две последние страницы посвящались вот разоблачению рок-музыки, вот, а все остальное, там были репортажи о том, как партизаны-сандинисты борются с кровавым режимом самоса в Никарагуа, вот такой вот, как там молодежь ГДР активно строит социализм, но покупали-то все из-за двух последних страничек. Ну, вот так мы и передались легкой форме воспоминаний, ну, а тем временем новости все еще есть, мы все еще готовы их обсуждать вместе с вами, готовы ли вы их обсудить вместе с нами. Для этого достаточно позвонить, номер телефона прямого эфира 45-09-45, сообщение можно отправить смс-кой, написать вайбер или ватсап 8-921-045-1045, и следующая новость, эксперт объяснила причины в кавычках «скрытой безотцовщины в России». Это такая новость долгоиграющая, мы, собственно, ее начали обсуждать вчера, когда вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышев, вот, он сделал громкое заявление о том, что в России существует скрытая безотцовщина, что подавляющее большинство отцов в нашей стране со своими детьми общаются не более 35 минут в день, а 18% аж целых 15 минут. Ну и он, естественно, этим заявлением, получается, анонсировал какую-то государственную помощь отцам, очевидно, ну, пусть не научить отцов грудному вскармливанию, но как-то... — Сократить рабочий день на час. — Об этом речи не было. И вот тут на эту новость сразу две такие, ну, две новости продолжения, если так можно сказать. Вот у нас представитель объединения многодетной семьи Москвы, Наталья Карпович, прокомментировала это дело, и сказала, что у родителей после рабочего дня и ведения домашнего хозяйства просто не остается времени на детей. Ну, типа такая вот данность. От руководительницы общественной организации многодетных семей такого как-то я не ожидал услышать. А госпожа Карпович сказала, что это касается ведь не только мужчин. Вот. Это и мамы наши, которые работают, они тоже приходят домой после трудового дня, занимаются домашним бытом, делают с детьми уроки. Вот. А, кстати, получается, что делать с детьми уроки — это не входит в общение родителей с ребенком. Да. И я нашел этому подтверждение еще одно, но к этому подтверждению мы чуть позже вернемся. Да. А пока вот все-таки с интересными мыслями от госпожи Карпович. Правда, она признала, что есть и такие, кто и не работает, и детьми все равно не занимается. Вот это вообще странно. Чем занимается человек? Ну, это факт. Ну, водку пьют. Вы что, не в курсе таких историй? Так-так. Вот. Много-много детей, много-много детских пособий, много-много алкоголя. Вот. Это достаточно такой тренд современный. А, да? Да. Мне казалось, что всего меньше и меньше этого становится. Это вам кажется, я в каком-то розовом... Это вы по земле ходите, вот, увидите. Ну, и, значит, естественно, Карпович сказал, что проблема скрытой вот безотцовщины и без мамщины, наверное, так, раз и мамы тоже не занимаются детьми. Это проблема, да. Вот. И должны быть меры поддержки. И тут я, когда это читал, сразу насторожился. Да. Вот. А какие же меры поддержки? Должна быть пропаганда, оказывается. Программы образовательного характера для отцов. Нужно делать фильмы, создавать проекты, в которых папа может участвовать. Нужны подсказки, куда пойти с ребёнком. Скажите, а вот кому нужны подсказки, куда пойти с ребёнком? Как любить ребёнка, да? Подскажите памятка. Ну, я, честно говоря, знаю нескольких отцов-одиночек, и они проводят со своими детьми огромное количество, на самом деле, времени. И вот там, по-моему, не возникает у людей вопросов вообще, чем заняться, куда сходить с ребёнком и что делать. Было бы время, 35 минут в день. Тут нужно учитывать, что речь идёт про человека, который возглавляет организацию «Многодетные семьи Москвы». В Москве, наверное, всё по-другому. Мы же часто шутим, что есть Москва, а есть Россия. И вся остальная страна, да. Что ещё? Сейчас я дойду до главного, когда уже можно кричать в голос. А ещё госпожа Карпович считает, что и у отца, и у матери от отцовства и материнства, должна быть выгода. Выгода? Ух ты. Опаньки, да. Преплачивать должна. Да, выгода должна быть, оказывается. Посекундная тарификация, наверное, какая-то, чем лучше. То есть ты вот родил ребёнка, а выгоды никакой. Ну, маткапитал получил. Одни расходы. А выгоды опять всё равно никакой. И госпожа Карпович считает, что поддержка семьи должна быть с точки зрения и инфраструктурных вещей. Ну, я даже не знаю, что она имеет в виду. Может быть, какие-то детские парки, может быть, детский кинотеатр специализированный строить. Это я предполагаю, только она об этом не говорила. Так вот, и инфраструктурных, и финансовые. То есть опять, я думаю, что госпожа Карповича, вот, знаете, она не договаривает и на полушаге останавливается. Надо идти дальше, надо быть смелее, надо требовать больше. Надо потребовать, чтобы государство платило людям за то, что они занимаются сексом. А это было бы интересно. Каждый месяц идёшь в полномоченный орган государственный и сдаёшь, так сказать, заверенную двумя свидетелями до декларации о сексуальных доходах. Ну и по итогам, значит, нужно, естественно, мы же помним передовой советский опыт. Сначала нужно выполнить план. Нужно вводить звание, допустим, пенетратор первой степени, там, пенетратор второй степени, вот, ударник сексуального труда. Медаль куда тут, может быть, потом какую-то. Само собой, медаль. Запись в трудовую. Вот, километраж, так сказать. Чего? Ну, фрикционных движений. Всего чё так можно. На всех поставить счётчик. Очень неожиданно от вас такие предложения. Ну нет, мы просто достаточно в интересные дебри полезли благодаря этой новости. Но если всё-таки вернуться к сути всего происходящего, то проблема в целом, наверное, не до конца конкретно правильно обозначена. Я бы обозначил её чуть-чуть другим образом, что действительно в современном мире, в современном обществе, в современной России родители ввиду различного рода обстоятельств, которые складываются, достаточно мало времени уделяют своим детям, да, взаимодействию с ними, там, совместному проведению досуга, воспитанию и тому подобное. И в целом, наверное, с этим, наверное, что-то нужно делать. Я обещал вам вторую новость в догонку. Это была первая новость в догонку, а теперь вторая. Я уже перед эфиром прочитал новость о комсомольской правде. Они обратились с данным актуальным вопросом к женщине-психологу. Не помню фамилию, да, наверное, не так это и важно. Так вот она сказала удивительную вещь. Она сказала, что вы знаете, а 15 минут общения в день с ребенком этого, в принципе, достаточно, если речь идет не об отчитывании, не на указании на недостатки и ошибки ребенка, а 15 минут душевного разговора о проблемах ребенка, о его желаниях, причем не формальных, а вот с искренним участием и с искренним интересом к своему ребенку. То есть не про количество, а про качество. Этого ребенку хватает. Я не знаю, хороший она психолог или нет. У меня некоторое недоумение эта цифра вызвала и эта позиция, что 15 минут нормально. Ну, возможно, она тоже, наверное, московский психолог. Она тоже живет в этом сумасшедшем московском ритме и у нее другие представления. Но так вот если задуматься, ведь на самом деле с тобой могут родители и час провести в день, там, потряхивая ремнем, указывая тебе, что ты пыль не протер на своем столе, что у тебя опять двойка, а на тебя жаловалась соседка и тому подобное. Можно целый час общаться с ребенком и мрак и ужас. У нас звонок. Здравствуйте, да. Да, вчера пытался дозвониться, но только наконец-то дозвонился. Пока ехал, просто на время краски в эфире нахожусь по поводу того, что детей-то. Было бы хорошо, если бы давали призвание, ну, не призвание, получается. Многие не любят, когда у людей есть дети. Вот такая ситуация есть. Многие угнетают. Я сам являюсь многодетным отцом. Извините, а вас как зовут? Меня зовут Сергей, я из Никеля. Всем привет, кто там сейчас? Хорошо. Ну и давайте практический вопрос. Мои-то дети уже взрослые. Вы своим сколько времени в день можете в среднем уделить? Ну, сейчас я нахожусь в командировке, но у меня, получается, детям уделяю по видеосвязи сейчас, к сожалению. Ну, вы же не каждый день в командировке. Вот когда вы дома? Ну, когда дома? Да. Когда дома уделяю, как только можно. Сколько можно, сколько можно, сколько вот есть, он рядом, он сколько уделяю, а рядом почти, что каждый раз после работы мы рядом. Ну, то есть не один час даже? Конечно, не один час, мы тем более их трое. А вы жене по хозяйству помогаете или вот она у вас по хозяйству, а вы... Конечно, помогаем, иначе она устанет скоро. И дети помогают? Дети, как бы, пока еще маленькие. Вот. Но стараются тоже, помогают. Вам нужны какие-то фильмы, учебные программы, вот как быть заботливым отцом, или вы и сами это знаете? Мне кажется, сам может преподавать. Мне кажется, у кого есть дети, те сами прекрасно знают, что нужно, ну, как нужно воспитывать детей. Вот. А, кстати, вчера... Можно по вчерашнему вопросу, по вчерашней теме? Там вот просто было, прозвучало, и сейчас можно, в принципе, скрестить. По ЖКХ. О, сейчас по ЖКХ там по поводу долгов вы говорили. Такая ситуация, если у многих, допустим, есть такая субсидия в 100%, есть для, ну, многодетных, допустим, детей. Ну, могут некоторые получить. Но сама суть проблемы заключается в том, что нужно вначале оплатить, а потом в виде кэшбэка, где эта сумма обратно возвращается. И само действие должен человек делать сам. Вот. Зачем это делать? Потому что многие, допустим, не успевают. То работают там, родители. Ну, ладно, не успевают. Проще, чтобы государство само наплатило напрямую. Кто-то даже такое предложение, какой-то депутат, даже делал. Думаю. Ну, в целом, на самом деле, звучит здраво, и я поддерживаю такие идеи, когда у нас есть адресная и точечная помощь. Ну, а тем временем, спасибо за звонок. У нас сейчас начнет прерывать уже, к сожалению, рекламная пауза, потому что мы находимся в определенных градациях, но мы рады будем вас слышать вновь. Ну, а тем временем, друзья, к сожалению, или к счастью, небольшая, а может быть и продолжительная рекламная пауза. Здесь, на Большом Радио, в рамках 3 в квадрате. Мы продолжаем обсуждать новости этого дня. И вот о чем я хотела вас спросить сразу. Нравится ли вам ваша работа? Ну. Профессия. Так. Содержательный какой ответ? Счерпывающий. А потому что у меня какое-то такое немножко странное несколько отношений. Ну, что означает фраза нравится или не нравится, да? Удовольствие получаешь? Мы на работу... Сменить хочешь? Ну, подождите, стоп. Мы на работу все дружно ходим ради того, чтобы получать удовольствие? Серьезно? Вы так считаете? Ну, в общем-то, хотим. Еще раз напоминаю, что я не хожу на работу. Вы не ходите на работу, с вами все понятно. Татьяна, вы ходите на работу для того, чтобы получать удовольствие? Ну, в том числе. Да нет, подожди. Ну, первичная у тебя мотивация ходить на работу? Ну, первичная, конечно, деньги. Ну, все. Я точно так же, как и все, хожу на работу для того, чтобы зарабатывать деньги. Это как бы... А дальше уже я ищу для себя какие-то моменты, которые бы приносили мне в этом процессе радость, какое-то удовлетворение, рост, развитие и прочие всякие умопраничительные вещи. Но, в первую очередь, конечно же, я хожу на работу для того, чтобы зарабатывать... Я и бизнесом занимаюсь ради того, чтобы зарабатывать деньги. Это тоже вполне себе логично. Ну, и все это тебе в удовольствие? Ну, я по возможности, потому что идеальный вариант же, к которому, наверное, все стремятся, это хобби превратить в работу, да? И тогда уже получать удовольствие и каким-то подспудным образом еще как-то делиться. Я на эту тему как раз, по-моему, сегодня читал новость. А нет, не новость, это наш коллега скидывал общую болталку о том, что... А россияне назвали причиной, почему хотели бы поменять? Нет, нет, нет. Другой? Он другое скидывал о том, что люди, которые имели хобби или увлечение во время ковида, стали это хобби и увлечением монетизированы. И теперь получается, что у них нет хобби, а есть две работы. Это повод найти новое хобби. Но если вы к этому непосредственно стремились, допустим, для того, чтобы сделать хобби превратить в работу и, допустим, отказаться от основного источника заработка. Нет, нет, люди работают работу, вот ту, которую они там учились, ту, которая у них идет в трудовую книжку. А во время удаленки, как ковидной, они кроме, так сказать, работы по удаленке, они еще свое хобби стали... Ну вот я знаю журналистку в Петрозаводске, которая вяжет. Вяжет она давно. Раньше она просто этим хвасталась. И во время ковида она свяжет какой-то офигенный шарф. И широкий, и длинный, и очень красивая шерсть. Она объясняет, из какой шерсти она все это делает. И она это продает. И продает недешево. И это стало бизнесом. Она уже не только шарфы вяжет, она много чего вяжет. Все это она продает. То есть вот у нее просто две работы. Журналистка и вязальщика. Но секундочку, она же тоже пришла к этому непосредственно в ковид, было свободное время. Она решила, человек же принял решение, да, ответственный поступок. Я свое хобби превращу в работу, монетизирую его. И дальше уже перед каждым встает выбор. Вы либо отказываетесь от своей основной работы и переходите полностью в свою работу, хобби, условно говоря. Либо сворачиваете свое хобби работы и возвращаете его в статус хобби. Или еще какое-нибудь хобби. Почему нет? А потому что она не готова свое хобби превращать в работу, потому что не уверена, что это, ну, перспективно на длительный срок. Ей все еще нравится вязать, но она вяжет уже не для себя получает. Получает ли она от этого такое удовольствие? И на хобби у нее уже нет времени, потому что еще, говорит, две работы. Но опять-таки к вопросу принятия окончательного решения, чего мы хотим. Ну, то есть тогда, по всей видимости, человек хотел монетизировать свое хобби, и он до какого-то этапа дошел. Теперь нужно либо развиваться, да, либо как бы откатываться назад. Это нормальный страх, который присутствует абсолютно у всех. А катус, надо хуже вязать? Или дарить связанное, а не продавать? Нет, ну, перестать это продавать, просто вязать, там делать из этого, допустим, блок. Там куча, на самом деле, вариаций есть, потому что это примерно как та история, когда мы безработные, да, лежим дома и думаем, ой, как классно было бы сейчас пойти на работу в 8-часовой рабочий день поработать, чтобы все было замечательно. Это обычно происходит в тот момент, когда работы уже давно нет. Был у меня такой период. Либо наоборот, когда вы все время работаете на работе, в какой-то момент настигает мысль о том, что, блин, вот сейчас бы классно оказаться быть. На удаленочке, безработным, что-нибудь еще, как-нибудь на пособие, да, и тому подобное. И вот, кстати, возвращаясь ко второй части вопроса, которую мне задали, я не успел до сих пор ответить по поводу профессии. Но я честно, если я открою календарь и начну отмечать те праздники, которые профессиональные, да, мне были свойственны в той или иной сфере, или бы сейчас, либо какой-то период времени назад, то, ну, в каждом месяце найдется повод. То получится по поговорке, опять нет повода не выпить. Да, поэтому, если все-таки вернуться к своей Татьяне новости, которую звучит, россияне назвали причиной, почему бы хотели поменять профессию и покопаться немножечко внутри, да, то в большинстве случаев, большинство опрошенных говорят о том, что хотят как раз сменить свою профессию для того, чтобы улучшить свое финансовое состояние. И чаще остальных думают о смене профессии работники розничной торговли, 94% опрошенных. За ними идут представители административного персонала, 92%, третье место подделили транспорт, логистика, перевозки и управление персоналом тренинги по 89% опрошенных. Заметьте, это в основном профессии, деятельность которых связана с большим объемом общения с другими людьми. Ну, тоже вполне себе. Тяжело, не все, да, не все способны. Удивительно, удивительное дело, что здесь среди вот желающих сменить профессию я не заметил, может быть, я невнимательно читал, но я не заметил учителей. Ну, видимо. А уж вся работа в наибольшей степени связана с общением с другими, да еще и с маленькими людьми. Ну, тут, кстати, еще, ну, кстати, представители медицинских профессий, наверное, те люди, которые работают в колл-центрах, еще что-нибудь, но я думаю, что они не сильно там задерживаются. Я не видел пока еще человека, который бы сказал, я там 30 лет без перерывного стажа в колл-центре каждый день. Ну, колл-центром России еще нет 30 лет. Кому-нибудь звонил каждый день, мне прям так нравится, отказывается время, вот прям, ух, невероятно. Мне еще одна цифра заинтересовала. Среди тех, кто задумывался о смене профессии, 40% респондентов хотели бы уйти в IT. Почти каждый четвертый, да, рассматривая для себя сферу экономики управления, мог бы стать бухгалтером или менеджером больше 50% опрошенных из тех, кто хотел бы перейти в IT с высшим образованием бакалавра или специалисты. Ну, еще смотрите, какая штука. То есть тренд, тренд. Из тех, кого опрашивали, 84% мужчин и 85% женщин сказали, что они вот думали и не раз о смене профессии. Запомнили, да, 85% берем за среднее. А вот из руководителей только 75% хотели бы поменять. Ну, логично, вполне себе. Потому что они больше зарабатываются. А тут возвращаемся к мотивации, по которой говорили. Или просто им нравится руководить. Ну, как бы по-разному в этом. Я еще тут не отмечаю, но не вижу людей рабочих профессий, да, рабочих тех или иных специальностей в чистом виде. Это там токаря, сварщики, кто-нибудь еще там. Или электрики и тому подобное. И вот возвращаясь к этим самым процентам. А интересно, ну, если 85% как бы респондентов, усредненные мужчин и женщин, хоть раз задумывались, а какое количество из них действительно бы пошло и поменяло вообще свою профессиональную деятельность, допустим, каким-то образом на корню. Вот я потому что не скрою, я задумываюсь над этим, задумываюсь уже больше года, наверное, являясь руководителем, бизнесменом и тому подобное. И я прям целую себе карту начинаю строить, что мне нужно сделать для того, чтобы достичь какого-то определенного результата и сменить непосредственно профессию. Я тоже думаю, кстати, про IT. И это вполне логично, с учетом даже той рекламной паузы, которая была несколько минут назад. По одной простой причине российская IT в данный момент испытывает достаточно сильный голод благодаря релокациям и прочим всяким интересным штуковинам. Ну и те или иные специалисты в этой сфере нужны. А если средние заработные платы открывать, ну они там почти за 100 тысяч забегают. Другое дело, что, конечно, я, как взрослый мужчина, прекрасно понимаю, что придя на какую-нибудь первичную позицию, ну навряд ли там будут такие деньги, очень много нужных усилий будет приложить. Подрасти нужно будет, да? А какую сферу ты рассматриваешь? IT же это уже очень широкий эффект. Слушай, и IT я в том числе и рассматриваю. Естественно, она смежна с теми навыками, знаниями и умениями, которыми я обладаю в данный момент. Но нет, нет, так и проснусь с утра в 6 часов и подумаю, ай, как жаль, когда я работал на заводе, что мне все-таки не разрешили как офисному персоналу параллельно обучиться на сварщиках. Люди часто меняют работу. Я помню, был в шоке, в настоящем, когда я учился на журфаке в ЛГУ. Это было начало 80-х. И нам один из преподавателей, не понял уже по какому предмету, сказал, что по данным исследований, которые они проводили, через 5 лет после окончания факультета журналистики по специальности работают только 20% выпускников. Это советское время, когда не было пресс-служб всяческих, и тому подобного, куда многие журналисты со временем уходят. Тогда можно было быть или журналистом, или никем. И тем не менее, 4 пятых через 5 лет с профессией прощались. Ну, даже если по нашей СМИ-сфере посмотреть, в Мурманске очень мало кто с высшим образованием именно журналиста. Ну, я бы тут еще немножко так продолжил. Есть филологи, историки. Сменить работу, наверное, это все-таки что-то одно. Ну, а вот кардинально сменить профессию, допустим, если вы отучились на журналиста, отработали как журналист длительный период времени, добились в этом какого-то успеха, и тут вдруг, ну, как бы сказать, нет, стоп. Стали сварщиком. И пойти, ну, как раз стать сварочным, то это как бы очень такое сложное, я думаю, ответственное решение, которое долго должно созревать в человеке. Я знал журналиста Мурманского, но это было давно, достаточно, 80-е тоже. Он поработал на телевидении на Мурманском, тогда единственном. А потом пошел работать на судоремонтный завод. Ну, почему нет? Я знал телеоператора, точнее, знаю до сих пор, который в большую часть своей жизни работал как геодезист, а потом ушел, собственно, в телеоператора. Ну, за телевидением стоять или за камерой. И построил вполне себе неплохую карьеру в этом смысле. Есть знакомый телеоператор, кстати, тоже, и он стал в море ходить, стал моряком. Ну, то есть практика в конечном итоге показывает, что да, действительно, наверное, мы все задумываемся в тот или иной момент о не сменить ли нам работу, о не сменить ли нам кардинальным образом профессию, потому что мы... Город. Город, страну. Страну. Вполне возможно, скоро доживем в тот момент, когда планету или систему целую будет. Ладно. Имя, пол. Вот, но в конечном итоге все зависит от наших же желаний, да, и готовности к подобного рода изменениям. Как говорится в одной песне, «У кого есть голова и руки, тут никогда не умрет от голода и скуки». Это что же за песня такая? Я вам за эфиром немного расскажу. Да поедте. Потому что очень эта группа мне нравилась, но потом выяснилось, что она тут переобулась в свете последних событий. Но речь не о том, у нас следующая новость на подходе. Да. И как раз способствует получению новой профессии. В немецком строительном университете начали учить снимать что? Да мы-то знаем что. Я подсматриваю, у меня глаза как бы как пять рублей. Я тоже не могу это произнести, потому что эти два слова вообще с собой не вяжутся. Строительные и порнофильмы. В немецком университете Веймара начали преподавать съемку порнографии, как сообщает Билд. Там недавно закончился первый курс по съемкам порнофильмов. Я уточню, что это не просто университет в Веймаре, где, извините, работал великий Гёте. Это университет строительства и художественного конструирования Баухаус. Как это произошло? Баухаус – это очень громкое, очень прогрессивное направление в архитектуре, и не только в архитектуре, вот в первой половине прошлого века. То есть это имя, это, знаете, для архитекторов это как Оксфорд. И тут вот бац, представляете, в Оксфорде снижают порно. В течение трех месяцев, вот пишут в составе пяти студенческих съемочных групп, преподаватели учили студентов снимать эротические видео. Целью курса, по словам создателей, было поставить под вопрос гендерную иерархию в порноиндустрии и дать новое определение порнографии с феминистской точки зрения. Тут удивительно все, понимаете, потому что сначала они говорят, что это порноролики, потом они говорят, что они снимали эротику, потом вот определение порнографии с феминистской точки зрения, а мы же знаем, что вроде как классические феминистки, они сурово против порнографии, потому что это сексплуатация женщин, это чудовищно, это безобразие. А потом, когда дочитываешь новость до конца, оказывается, что они сняли эти, ну, пять групп же было студентов, вот, и по обе стороны камеры были студенты, то есть операторы, продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры, вот, были студенты, они, не знаю, одногруппников снимали или как, вот, такая, знаете, выражение «наша большая студенческая семья» заиграла новыми красками. Так вот, прелесть заключается в том, что, значит, сказано, что они сняли пять художественных экспериментальных фильмов с элементами эротики, а область паха можно увидеть лишь в некоторых сценах. Так вот, что они снимали, я не пойму. Архитектуру? Эротику? Порнуху? Я тоже не понимаю, потому что у меня как бы буквы складываются в слова, слова складываются в предложения, в предложения складываются в какой-то текст. А картинки нет? Но вполне возможно, это же будет, как он правильно называется, такой, ну, какой-нибудь художественный эксперимент, как это называется, какая-то инсталляция, может быть, или... Современное искусство, да? Перформанс. Вот, судя по всему, сама по себе эта новость, она вот как раз и является перформансом на некую заданную тему. Вполне возможно, строительного конструктивизма. Интересно, посмотреть где-то можно? Оценить? Честно говоря, я уже даже и смотреть не хочу, потому что у меня такие надежды были, как и у многих радиослушателей, наверное, но чем дальше ты погружаешься в эту новость, чем больше непонятного тебе становится. Немецкий кинематограф и архитектура в большом долгу перед зрителем. Ну, вот, собственно, я думаю, что все-таки они в этой Европе заржались-таки в конце концов. Вот что я хочу сказать. Заржались или зажрались? И то, и другое, как бы. Мы их исключительно поддержим. А есть еще третий глагол. Так-так. Что они сделали? Ну, они же снимали кино, значит, они что-то делали. А-а-а, ну, окей, хорошо. Ну, а тем временем профессии разные нужны, профессии разные важны. Опять о профессии? Да, у нас сегодня большой блок такой. Там же тоже о профессиях было, и еще про профессии мы поговорим, но сделаем, и не раз, а может быть, и даже и два, но сделаем это после очередной рекламной паузы здесь, в эфире Большого района. Да, это все еще три квадрата. Наш телефон по-прежнему 45-09-45. А у нас еще одна кинематографическая новость, удивительная новость. Вы наверняка имели одноклассников, точнее, одноклассниц, скорее, которые рвались в артистки. Вот, и наверняка, ну, двух-трех человек, которые поступали когда-то в театральный, вы в своей жизни встречали, да? У меня есть несколько режиссеров, которые успешно работают, телережиссеров, людей, которые снимали полнометражные фильмы, а еще есть некая плеяда актеров, которые мне бы хорошо знакомы, и даже я хотел поступать в определенный период своей жизни в Шапкинское училище, но не сделал этого. А еще знаю часть людей, которые пришли в актерскую профессию, в театр или в кино, отдали ей 3-4-5 лет жизни, а потом, собственно, сменили кардинально профессию. Уйти-войти. Ну, не войти, там часть врачей, стоматологов сейчас, журналистов, в частности. Я представляю себе врача, который был актером, а еще лучше танцовщиком балета. Не-не-не, вот там актер, как бы практически тоже двухметровый, холерик такой неудержимый, и он ушел в стоматологию. Понятно. Я к чему? Вот у нас даже коллега на радио работала, на нашем, которая, правда, и продолжает работать на радио, пусть не на нашем, но еще она занимается съемками фильмов. Так, вот, и я скептически относился к этому ее увлечению. Теперь понимаю, насколько я ошибался. Дело в том, что в России, в киноиндустрии растет дефицит специалистов. Вот, число вакансий актеров Российской Федерации за полгода увеличилось на 17%, а специалистов по кинопроизводству в различных технических направлениях аж на 77%. Значит, смотрите, в целом число вакансий, связанных с производством телепрограмм и кинопрограмм, это онлайн кинотеатры, кабельное телевидение, так вот, число вакансий увеличилось на 24%. Гримеров потребовалось на 33% больше, чем в прошлом году. Есть еще специалисты по инсталляции и сервису, не имею ни малейшего понятия, что это такое. Так там тоже рост на 60%. Вот, правда, снизился рост на специалистов по закупкам и топ-менеджеров, что неудивительно. А вот те, кто реально делает кино, как видите, активно зазывают. Если вам кажется, что это какая-то ерунда, так это вовсе нет. Это такая долгосрочная тенденция, судя по всему. А потом, дело в том, что во время пандемии спросом стали пользоваться, большим спросом, еще большим спросом стали пользоваться бесконечные сериалы. Их надо не только покупать за границей, но и снимать самим. И вот съемки этих сериалов дали такой мощный толчок этой индустрии. И сейчас из-за нехватки сценаристов и продюсеров, их, скажем так, гонорары взлетели заоблачно примерно в два раза по сравнению с допандемийной эпохой, потому что их просто рвут кинокомпании, производящие продукцию. Их рвут друг у друга. А ведущие сценаристы, маститы, себя уже показавшие, топовые так называемые авторы, они зарабатывают от миллиона до полутора миллионов всего за одну серию. Ну, собственно, почему бы и нет, потому что, я насколько понимаю, дефицит кадров сейчас не только в кино и в киноиндустрии, и в телеиндустрии, он вообще везде присутствует. Поэтому, я думаю, что чем больше будет проходить времени, тем чаще мы будем сталкиваться с подобного рода новостями. С другой стороны, как раз вот интересно проявление того, что есть какие-то вот нижайшие планки заработка, и наоборот, высочайшие с той точки зрения, что, наверное, те люди, которые зарабатывают те самые что-то в районе миллиона за одну серию, но они долго там работают. Так вот, я назвал, что ведущие, зарендовавшие себя специалисты, сценаристы, зарабатывают до полутора миллионов за серию. Средние руки профессионала получают 500-700 тысяч за одну серию. И по мнению экспертов в области кинопроизводства, это завышение реальной цены практически в два раза. Потому что, ежели бы не было такого дикого спроса на услуги, ну, серия бы обходилась, ну, сценариста на серию нанимали бы за 300-400 тысяч рублей. Ну, в целом тоже достаточно неплохо. Можно, оказывается, не только войти, допустим, и тем, можно вот вполне... У актеров тоже такая ситуация интересная. Ну, если ты сделал себе имя, вы понимаете, там ставки персональные. Просто, да. Нет, они просто персональные. У каждого актера своя ставка за один эпизод. А если ты обычный вот такой вот актер, попал в сериал, и сериал сработал, вот, заказывается его продолжение, и тогда вот на следующий сериал... Можешь просить больше. Не можешь, а обязательно требуют больше, потому что, сами понимаете, если это персонаж, пусть даже не центральный, но значимый, убрать его, заменить на другого актера, это большой урон для сериала. Поэтому, когда ты держишь, так сказать, продюсера за самую интимную часть тела, за кошелек, то ты диктуешь свою цену. Логично, плагично. Ну, кстати, вы заметили, да, у нас в Мурманской области тоже стало сейчас очень много сниматься фильмов, сериалов. Я недавно видела новость, что набирают, кстати, актеров у нас. Идет кастинг, какое-то продолжение, по-моему, какого-то сериала. Ну, тут, кстати, всякие различного рода внутренние кастинги чуть ли не регулярно и объявляются, если быть подписанным на те или иные сообщества. Можно узнавать из первых рук, наверное, эту информацию. Я года три назад отказался сниматься. Так, а какую вам роль предлагали? А я не знаю, я шел по проспекту Ленина на эфир. Ну, не то чтобы я опаздывал, но надо было спешить. И вдруг вот эти вот двухэтажные домики, там вот по четной стороне проспекта Ленина, ближе к Липнихта, мне сверху вдруг... Так. Вы не хотели бы сниматься в кино? Смотри, на балконе стоит группа мужиков. Там внутри комнаты какая-то аппаратура стоит. Вот. Я хотел сначала спросить, роль со словами или без. Потом думаю, нет. Я говорю, мне некогда. И пошел. А там как раз эти ребята из немецкого строительного, да? Вот я тоже хотел об этом сказать, Петр. Нет, это было три года назад, а у них свежая программа. Ладно, ладно, все. Что вполне возможно, Петр, такая карьера была бы у вас интересная. Завязалась бы. Запись в резюме тоже. Моя плохо говорит по-немецки. А там говорить-то и... Особенно и не надо. Не скажите, не скажите. А эти вот замечательные фразы, чеканы, я-я-на-тюрлих, да-с-фантастиш. Смотрите, вы все их знаете чуть больше, собственно, экспрессии. А кто не знает? Чуть больше экспрессии добавить, и все, собственно, сложится, я думаю, в этом смысле. Ну и в продолжении. Все те же профессии. Россияне, кстати, ухитрились назвать самые сложные профессии. Вот как вы думаете, какая самая сложная профессия? Мне кажется, врача. Ну, поскольку я эту новость читал, а даже если бы я ее не читал, я думаю бы, тоже назвал бы врача. Правда, мне кажется, что россияне при опросе немножко не поняли суть вопроса, который им задается. Самые сложные и самые трудные – это не одно и то же. А так в чем различие? В чем отличается сложность от трудности? Где дьявол в Усталях? Как бы сформулировать? Мне просто интересно прямо этому и стало. Среди значительного числа профессий, которые назвали сложными, никто не указал профессию ученого. Ну, кстати, тоже, вот по поводу того же самого ученого. Ученые – это кто вообще? Ученые – тот, кто проводит научный эксперимент, разрабатывает научные теории. Этому нужно долго-долго серьезно учиться. Мы сейчас, если мы, допустим, говорим про ту же самую фундаментальную науку, то, ну, наверное, да, но к этому очень действительно долго и сложно идут. А если мы говорим про какие-то прикладные исследования, то некоторая часть даже инженеров на производстве. Нет, я именно о фундаментальной науке, о тех, кто вдруг совершает, знаете, вот прорывы. Короче, о тех, кто получает Нобелевскую премию, вот, правильно я сумел сформулировать. А, хорошо, хорошо, понятно. Но все-таки врач – самая сложная профессия. По мнению большинства россиян, 58% так ответили, и 53% выделили спасателей и пожарных, а 49% космонавтов. Так вот, смотрите, вот, опять же, отвечая на вопрос о разнице между сложной и трудной, работа спасателя, она не сложная, она трудная, она опасная, она требует больших физических нагрузок. Так, хорошо, туда же, наверное, можно теоретически практически отнести те же самые, допустим, водолазов, каких-нибудь взрывотехников горных и тому подобное. Горно-спасатели уже назвали, шахтеров там называли. Ага, ну, или, допустим, те же самые. То есть, понимаете, речь об опасности профессии, угрозе жизни, вот, это одна сторона, а необходимость много-долго и постоянно потом учиться, чтобы, вот, работать врачом, это совсем другое. Так, а космонавты? А космонавты – это все вместе. Пилоты. Это и трудно учиться, и это риск для жизни, и охренительная эксклюзивность, я бы сказал, до сих пор. Ну, вообще, да, хотя я знаю более эксклюзивную профессию, чем космонавт. Я тоже знаю. Какая? Ваша версия какая? Нет, это не версия, я точно знаю. Так. Ну, вот, я уже всех… Что может быть круче космонавта? Я уже всех достал, свою любовь к американскому футболу, в НФЛ, профессиональной лиге американской, 32 команды. В 32 командах есть по одному стартовому квадробеку разыгрывающему. То есть, их всего на данный момент 32 человека. Космонавтов, астронавтов и китайских тайкунафтов больше. Больше, да. Но я, кстати, со своей стороны скажу, что вот есть тоже такая сложная профессия, и этих людей меньше, чем… Вот я даже правильно не зову вот этих людей, которые вначале о том, что ты делал… Космонавты. Космонавты. Хорошо. Пусть будут космонавты. Это, ну, допустим, в частности, капитаны атомных ледоколов. Да? Какое количество у нас атомных ледоколов есть? Такое количество капитанов и присутствует? Ну, ты все-таки вот считаешь, что есть принципиальная разница между капитаном какой-нибудь дизель-электрохода и атомного ледокола? Я думаю, что все-таки какая-то разница тут присутствует. Разница есть, но не принципиальная, понимаете? Это вот, ну, так можно сравнивать. Это примерно как разница между пилотом самолета и пилотом вертолета. Они оба летают. А эти оба крушат лед. Ну, так-то, если подходить, что там они… Не являются на таком вот американского футбола, чтобы на определенном уровне здесь отвечать. Но, собственно, там тоже можно же какие-то параллели… Я про летчиков. Я уже ушел от футболиста. Аналогием. Про летчиков. Ну, летчики определенно молодцы. Тут по-другому, собственно, и не скажешь. Но в продолжении можем, кстати, посмотреть, что здесь есть еще. Что у нас здесь еще? Преподаватели, кстати, отметили. Пилотов, про которых мы говорили. Воспитателей. Среди топ-10 сложных профессий… Есть и ученые. IT-специалисты, ученые и инженеры. Но я бы, честно, говорил, что вот это примерно как ученые. Это очень такое… Это скорее прикладные. Собирательная такая история. И, ко всему прочему, так, россияне отметили высокую ответственность. И так, где же эта штучка-то, которая мне понравилась? А, вот. Самой уважаемой профессией россияне назвали профессию врача. И опять-таки на втором месте оказались спасатели, а дальше пожарные. Я бы педагога еще добавила к врачу рядом. Ну, тут, с этой точки зрения, мне, допустим, лестно, что большая часть опрошенных говорит о том, что уважаемая профессия – это все-таки профессия врача. Да, я бы дальше вот как раз добавил… Вот, понимаете, мы в итоге дойдем до Владимира Владимировича Маяковского о том, что вот, ну, все профессии важны или, подожди, это Агния Бартова, у кого-то мама кем работает. Помните стишок-то школьный? Мне вот все интересно было, а Маяковского-то как всегда можно… А Маяковского всюду можно. Не, ну, на самом деле, я с этим тезисом в современном мире абсолютно согласен с тем, что все профессии нужны, все профессии важны. И все сложные. И все сложные, уважаемые, нужные, интересные, потому что мы только когда вот все вместе, да, что-то начинаем делать, у нас прям что-то прям получается у всех. Вот если ты плохой журналист, так это несложная работа. А если ты журналист суперэкстракласса, мировая фигура, вот это сложно. И так в любой абсолютно профессии. В любой профессии, да. Это да. Ну, продолжай, если тему заговорили о писателях, да, о поэтах. Мурманский дан старт всероссийскому проекту «Читающий август». Мурманский стартовал, да, всероссийский проект, который направлен на популяризацию чтения, развитие библиотек и привлечение молодежи к книжной культуре. Проект включает более 300 тематических событий, которые пройдут по всей стране. Отправной точкой уникального книжного автопробега стала столица Кольского Заполярья. Ну, классно. Ну, я, наверное, пояснить, почему я хихикать начал в этом направлении. Я начал хихикать, потому что, ну, название, конечно, такое «Читающий август». Август с большой буквы, как имя. Август бебель. А, кстати, да. Сверхкреативное. С другой стороны... А в остальные месяцы читать не будем. Инициатива хорошая. Только в августе. Ну, я вот, кстати, открыл для себя возможность подписки через обычные библиотеки к электронным библиотекам. С удовольствием прям пользуюсь этим сервисом. Мне вот интересно, а там зачет библиотеки идет, чтобы вот я как бы к ним хожу или не хожу? Наверное, идет все-таки. Конечно, идет. Я хожу. У меня читательский билет есть. Давайте такую веселую криминальную новость с хорошим концом. И я бы сказал кинематографическим таким подтекстом. А, ну, давайте. Я когда эту новость прочитал, мне почему-то сразу в голове стала крутиться музыка и кадры появляться из фильма «Карта, деньги, два ствола». Вот. Вот знаете, такой какой-то криминальный боевик наполовину комедии. И вот то, что произошло в Приморском крае, в городке, как же он там называется, Спаск Дальний, вот. Это чудесная совершенно история. То есть сидел себе дежурный в отделе по контролю за оборотом наркотиков в муниципальном отделении МВД Спаски, этого самого Приморского края. И вдруг ему вот на стандартный номер раздается телефонный звонок. Так. Он трубочку снимает, а там плачущая, рыдающая барышня голосит «Папа, мне нужна твоя помощь!» Вот. А так как он сотрудник полиции, то он быстренько сложил 2,2. Но он говорит, что случилось-то? Вот. А она говорит, понимаете, вот устроила ДТП, сбила ребенка, а потом трубочку передала следователю. А следователь говорит, надо 250 тысяч рублей, чтобы вот из-под удара барышню. Вот. Папаша, который не факт, что папаша, да я за всегда, за свою доню родную, да, конечно, сейчас вот прям вот. В карман залезу и в тумбочку, и 250 тысяч выдам на гора, вот. Ну, ему говорят, так это вот, все, место назначили, время, вот. Он пришел, и пришла 16-летняя, извините, барышня. Вот. Ну, и ее, так сказать, под белые рученьки, вот, сказал, раскололась сразу. А ей-то хорошо, ей 16 лет, она же несовершеннолетняя. Вот. Я ничего не знаю, мне сказали 10%, ну, то есть 25 тысяч, мои, вот. Но, по крайней мере, за веревочку-то можно потянуть, за ниточку, вот. И злодеев покарать. Раскололи? Вот. Это ж надо быть большого ума, купить базу телефонную и позвонить в полицию. Ох, это случайность из разряда не случайностей, но тем не менее... Учиться лучше в школе надо было. Вот. Конец, тем не менее, позитивный в том смысле, что справедливость, правда и закон восторжествовали. Ну, а юридическую... А милиционеру досталась срубленная палка, прям вот с доставкой на рабочие места. Это да. Ну, а нам это в очередной раз доказывает, что свою юридическую грамотность, осознанность, внимательность нужно во всех возможных формах улучшать. Ну, что ж, мы завершаем, да? Да. Па-па-па-пам! Па-па-пам! С вами были Егор Батнишевский, Петр Болочев, Татьяна Елусова и Алексей Марин. Да, за диджейским культом у нас сегодня всего доброго. От всех нас до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!